Золотая леди 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 подавать заявки, и, собственно, там есть множество направлений, каждый, я думаю, найдет для себя, там даже есть направление новое в этом году, социальное направление, значимое направление по поддержке семей мобилизованных. Также есть еще отдельно у нас фонд культурных инициатив, на который я хочу обратить особое внимание, так как он запустился относительно недавно, и там относительно маленькая конкуренция. Поэтому тех, у кого есть проекты по культуре, возможно, там какие-то дома культуры, школьные театры, библиотеки, они все могут туда податься, конкурс заявок и принимаются с 20 октября, то есть, собственно, вот только начали прием заявок, можно успеть податься и в следующем году уже реализовать свой проект. Естественно, у нас есть Владимир Потанин, его благотворительный фонд, который также у нас проводится вот в настоящее время в свои конкурсы, но там есть отдельные более узкие направления, вы можете зайти на сайт благотворительного фонда Владимира Потанина и, собственно, посмотреть те направления, которые вам интересны. В частности, там бывают очень хорошие направления по обучению, то есть, опять же, когда мы говорим, как вот податься на грант, как, если у вас есть только идеи, естественно, можно обучиться у более компетентных, профессиональных людей. Вот мой фонд Владимира Потанина, он предоставляет деньги на обучение, то есть, вы можете, прежде чем, собственно, подавать свою идею, вы сначала обучиться, как подавать заявку и так далее. На самом деле, много очень и бесплатных обучающих, и роликов, и курсов. У нас на сайте грантов главы мы по обучению тоже размещаем ролики, еще будем их снимать, вот, поэтому в данном случае всегда можно найти что-нибудь такое, где вы чему-то можете научиться. А есть ли какие-то ограничения возрастные на подачу грантов? И, например, обязательное образование, например, человек подает там в сфере культуры, да, или в сфере педагогики какой-то проект, обязательно ли должен быть он и участники его команды вот в этой теме специалистами? Смотрите, на самом деле, основные требования, это, как правило, просто организационно-правая форма. То есть, организационно-правая форма от той организации или физических лиц, от кого вы подаете. Если мы говорим про фонд культурных инициатив, культурологом вы не обязаны быть, так же, как и библиотекарем. Но там надо, вы должны быть либо от лица подавать свою заявку некоммерческой организации, либо, собственно, от индивидуального предпринимателя тоже можете. Кстати, особенность этого конкурса, что могут также участвовать индивидуальные предприниматели. Если мы говорим про фонд президентских грантов, то там только некоммерческие организации. Это прямо вот, ну, закрепляется. Где-то есть гранты, где можно физическим лицам, где-то, например, где вот мы сейчас вот будем подводить итоги, только, собственно, там подают муниципальные образования, районы, нас и финансирование территориальных общественных самоуправлений. То есть тут основная привязка всегда идет к организационной правовой форме, то есть организации, и если допускаются, то физические лица. И еще, естественно, важно, чтобы у вашей организации и у вас лично не было, например, задолженности по налогам. Это, по-моему, во всех конкурсах. Они всегда вас будут проверять, чтобы у вас не было долгов по налогам. И чтобы в уставе, в учредительных документах вашей организации в целях, вот как раз была культура, например, если вы подаете по культуре, в целях, например, была социальная поддержка семей мобилизованных, ну, или просто социальная поддержка, если вы оказываете какую-то социальную поддержку. То есть вы должны, естественно, подавать проект от организации, которая соответствует этим целям. То есть это всегда команда, речь о команде, не об одном человеке. Это всегда команда, да. То есть когда вы подаете заявку, вы пишете команду проекта. Естественно, как мы вот говорили, и минимальное требование хотя бы иметь руководителя. То есть вы можете теоретически поставить, грубо говоря, вот вы идейный вдохновитель, поставить руководителем себя и только себя. А остальных там членов команды, там, не знаю, помощника, который будет заниматься вашей полиграфией, там, не знаю, с администратором, который будет собирать людей, как-то обзванивать их, можете найти потом. Но мы это не советуем. Все-таки надо полную команду подавать сразу на проект, чтобы конкурсная комиссия видела, что за вами есть сила, за вами идут люди, и они тоже верят в вашу идею. Спасибо. У нас сегодня в нашей студии есть человек, который одержал победу в этой теме и получил грант, президентский грант, Екатерина Яковлева. Екатерина, ваша команда из кого состоит? Как вы вообще узнали про возможность подачи грантов? Как решились? Расскажите. Ну, немножко про нашу организацию. Она полное название «Якутское республиканское общественное движение по поддержке гражданских инициатив, воспитания и дополнительного образования. Воспитание всем обществом». Оно создано было в 2009 году. И одной из задач деятельности организации, конечно же, является участие в грантовых конкурсах с различными социально ориентированными проектами. И у нас есть положительный опыт участия в различных конкурсах, и в том числе о фонде президентских грантов. Мы успешно реализовали несколько проектов, которые получили грантовую поддержку. И хочу озвучить эти проекты. Это «Профэкспресс. Я выбираю будущее». Мы здесь работали детьми в трудной жизненной ситуации по профориентационной работе. Далее был проект «Безопасная дорога детства», который уже как программа реализуется на базе Дворца детского творчества по профилактике дорожно-транспортных происшествий. «Юные экологи севера». Тоже был интересный проект. Мы работали тоже с Дворцом детского творчества именно по экологическому просвещению наших детей. И, конечно же, для участия в таких конкурсах всегда отслеживаем объявления, постоянно публикуются объявления о начале отбора заявок на грантовые конкурсы, на официальных сайтах, социальных сетях и так далее. Там очень подробно, пошагово всё доступно расписано. И, ну, конечно же, условия конкурсов могут меняться в зависимости от разных обстоятельств. Могут появляться и новые инициативы. Поэтому, в каких конкурсах участвовать, ну, зависит, конечно же, от того, какой этот проект. Поэтому подчёркиваю, что надо следить за актуальной информацией. И наше общественное движение в тесной связи работает с различными образовательными организациями, в том числе, что я до этого говорила, с Дворцом детского творчества. И вот с сентября месяца Дворец детского творчества работает над проектом, который по поддержке местных инициатив. Этот проект называется «Скульптурная композиция к столетию легендарной вожатой и директора Дворца детского творчества Фатии Иннокентиевны Авдеевой». И призываю всё население к обсуждению данного проекта, которое, общее собрание, состоится 3 ноября в 12 часов в концертном зале Дворца детского творчества. И мы тоже, как общественная организация, тоже примем активное участие в обсуждении данного проекта. А вот «Золотая леди» — это же тоже проект? Вот вы с ним же выиграли? Да. Или я что-то пропустила? Это о чём проект? Ну, это наш тоже новый проект «Золотая леди». В этом году в нашей республике был объявлен год матери. И мы подумали с нашими партнёрами журналом «Журфикс», который главным редактором является Яна Угарова. Также совместно со школой третьего возраста мы задумали данный проект. Он направлен на обучение молодым поколениям старших по возрасту женщин 60+. А «Золотая леди» — это про возраст? Да, это про возраст. Понятно. Современным компетенциям. И наоборот, чтобы наше молодое поколение передавало тоже свой опыт именно старшему поколению. А что именно востребовано вот сейчас у старшего поколения? Чему они хотят научиться? Да, они хотят обучиться новой коммуникации, да, новым каким-то по финансовой грамотности у них есть затруднения, как защититься от кибератак, да, как провести, организовать маркетинг в социальных сетях и так далее. Вот такие мастер-классы мы хотим организовать с помощью наших, обучив наших детей и волонтёров, именно для женщин 60+. И в ответ, наоборот, наше старшее поколение готовы дать мастер-классу именно по сохранению народных и семейных традиций, по преодолению кризисных ситуаций, по разным видам творчества, по сети фермерства и так далее. Далее по проекту у нас предусмотрен образовательный вебинар по укреплению межпоколенческих связей. К сожалению, иногда вот мы видим, что такая нить теряется. И самым апогеем, так скажем, да, финалом будет у нас конкурс «Золотая леди» для стильных женщин в возрасте 60+, которые являются примерным для младших поколений. Примерно мы ожидаем участия 50 женщин. Какие женщины активные. Ну, я подумала, вспомнила Тимура и его команда, что такое участие в жизни старшего поколения. Дорогие слушатели и зрители, продолжим узнавать о том, как получить президентский грант. Буквально через две минуты. Сейчас короткая реклама. Буквально через две минуты. И все-таки я хочу вернуться к вам. Расскажите, пожалуйста, вот о пошаговый алгоритм, как вы подавали заявку. Проходили ли вы обучение перед тем, как обучение на получение гранта, перед тем, как решиться на этот шаг? И первый ли это? Это же не первый грант. Это не первый. Да, не первый грант. И насколько вот это вот захватывает или какой-то азарт, когда вы уже там выигрывали, да, и дальше легче или наоборот сложнее становится? Может быть, там требования какие-то к вам ужесточаются? Или наоборот уже все как по маслу идет, и вы так по наезженным рельсам? Ну, так скажем, работа над проектом — это командная работа. Потому что, как до этого подчеркивали, один человек — это поле не воин. Поэтому должна быть какая-то идея, которая должна... Ну, самая главная — это цель и обозначить актуальность. Значит, это первое. Да, актуальность. Она должна быть актуальной. Он должен быть актуальным проектом, именно социально ориентированный, который решает какие-то важные задачи, стоящие в нашем обществе. Тогда первое — это человек-лидер, у которого есть идея, у которого есть цель. Потом он вокруг себя собирает команду единомышленников. Команду. Обозначим. Ну, вот выбираем какую-то тему, цель, да, актуальность уже повторяюсь, да. И работать по алгоритму. Алгоритм очень хорошо, вот, например, в фонде президентских грантов, да, в фонде культурных инициатив, если на сайт зайти, алгоритм очень хорошо прописан. И там нужно идти вот конкретно по алгоритму. Прописывается, ну, вот, цель, задачи, да, команда проекта, там, календарный план мероприятий, которые мы планируем. И все должно быть — это взаимосвязи, исходить друг из друга. Это цепочка. И, ну, вот, когда пишется проект, надо, конечно, искать поддержку со стороны. Это могут быть различные, также некоммерческие организации, образовательные учреждения и так далее. Потому что без их поддержки проект, он будет реализован неполным объемом. А в чем их поддержка? В том, что они будут нуждаться в тех услугах, которые вы будете предоставлять? Им это будет необходима? Они будут нуждаться. И они, как партнеры, тоже реализуют какую-то часть проекта. Ну, вот, в зависимости от тематики проекта. Да. Возможно, им будет интересна ваша идея, и, к примеру, например, какие-то телерадиовещательные компании будут безвозмездно освещать ваш проект, приглашать в эфиры и так далее. Это тоже будет как соп-поддержка. То есть вы напишите письмо поддержке, что нам эта идея интересна, мы обязуемся ее освещать в средствах массовой информации. Это будет как информационная поддержка, например. Мы от министерства можем там, не знаю, предоставить какое-то помещение для проведения совещаний, собраний, вот, например. Ну, и так далее. С миру по нитке так, как говорится, поддержка и набирается. И когда это уже все обозначено, да, в заявке, тогда уже она больше вес приобретает, да, что уже как-то больше людей в этом заинтересовано. Больше всего импонирует именно, ну, вот, когда через сайт проект подаешь, эксперт постоянно сопровождает. Вот это хорошо. Исправляет ошибки и так далее. Если работать без эксперта, конечно же, ошибки бывают. Но у нас это уже пятый выигранный грант. Но мы постоянно обучаемся, члены нашей команды обучаются, поэтому должны быть всегда в тренде, как говорится. И вычленять такие проблемы, которые действительно требуют каких-то наших вмешательств со стороны нашей общественной организации. Это образовательные, культурные и так далее. А вот обучение необходимо? Или все-таки зашел на сайт, там все достаточно подробно написано, как и что делать? Или все-таки нужно обучиться перед тем, как заходить на сайт и подавать на грант? Ну, не обязательно сначала обучиться. Можно в процессе. Да, можно в процессе обучаться. У нас... Вы хотели что-то добавить? Ну, да. И, как правило, новичкам везет, конечно. Обучение не обязательно. Но все равно, мне кажется, опять же, даже короткие семинары, например, когда мы проводили гражданский форум, тоже проводили такие короткие, хотя бы там общее представление иметь, на что, опять же, обратить внимание. И, грубо говоря, какого содержания должны быть те же самые письма поддержки. То есть, это не просто написать, что у вас хорошая идея, а хорошая идея, и мы вас, например, предоставляем вам такую-то помощь. Например, проектор, там, не знаю, автотранспорт, еще что-то. То есть, письма поддержки, письма поддержки, они должны быть более материальные, а не так, что просто классная идея, мы за вас болеем. Вот, тоже важный момент. Хорошо, спасибо. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. 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 Меня зовут Светлана, я студентка 4-го курса. Светлана, там... Я хочу подать на грантовый конкурс. Ага, скажите, пожалуйста, на какой конкурс я могу подать заявку, как физическое лицо? Спасибо за вопрос. На какой конкурс может подать заявку, как физическое лицо? Близко, видимо, к аппаратуре было, потому звук такой не очень понятный, четкий. Ну, смотрите, если вы подаете только как физическое лицо, то это, естественно, у нас конкурсы Росмолодежи для физических лиц. Там, собственно, они как... Так как грант объявляет Росмолодежь, и вы студентка, то, собственно, от 14 до 35 лет любой молодой человек, молодежь, может подать заявку. Там есть свои направления, тематики, и конкурсов очень много. Они проходят как в рамках различных форумов, где там на каком-то форуме разыгрывается 15 миллионов. И все ребята, кто приехали на форум, могут подать свои идеи и выиграть часть этого большого пирога. И есть также индивидуальные конкурсы, где просто не обязательно ехать на форум, можно через компьютер, через интернет подать заявку и, собственно, поучаствовать. Если же все-таки, как говорится, от организации, от команды, то надо искать некоммерческую организацию, вступать, возможно, в какой-то союз, который имеет такую форму, и уже через него подавать на, например, Фонд культурных инициатив или на гранты главы Республики Саха-Якутия, на гранты президента Российской Федерации. В целом, самое главное, как уже было сказано, надо следить за информационными ресурсами. То есть у нас, например, есть телеграм-канал нашего министерства, телеграм-канал НКО в Якутии, сайт грантов главы, где мы объявления вешаем об основных грантовых конкурсах. Плюс, опять же, возвращаясь в телеграм, много телеграм-каналов, именно которые просто делают анонсы вообще по всем грантов, по всей России. Вот, например, у нас в грантах главы есть требование, что если вы подаете заявку, вы должны быть организацией, заинвестированной территорией Республики Саха-Якутия. Не у всех регионов есть такие требования. То есть, грубо говоря, вы можете подать заявку и выиграть там, не знаю, грант у губернатора, там, не знаю, Челябинской области, предположим. И это вы не обязаны быть жителем Челябинской области. Тоже как бы приятный бонус. Вот, поэтому на самом деле конкурсов много. Если мы говорим о физиках, то это Росмолодёжь, но она только для молодёжи. Если мы говорим вообще о всех физических лицах, то тут надо либо приобщаться к какой-то некоммерческой организации, либо к коммерческой, и отслеживать конкурсы, которые вам интересны. Физическое лицо интересно физике, физике и лирике. У нас есть ещё один вопрос. Алло, здравствуйте. 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 От аппаратуры, пожалуйста, подальше, а то звук фонит. А, да, что-то со звуком. У нас с друзьями есть одна хорошая идея. Мы её оформили, в принципе, как проект. Но хотели бы уточниться, где мы можем проконсультироваться и показать этот проект, чтобы её улучшить, может быть, и направить на ваши конкурсы. Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле вопрос злободневный, потому что всегда людям, ну, нужно экспертное мнение, необходимо, чтобы был куратор, более опытный человек. Опять же, если не проходить специальное обучение, то надо всё равно, чтобы был какой-то наставник. На территории Республики Саха-Якутии у нас действует четыре ресурсных центра. Они все открыты к диалогу. И также у нас есть, сейчас вот отрадно заметить, что в муниципальных образованиях есть такие каворкинг-центры, муниципальная практика. Например, я недавно ездил в командировку в Нерингре, и там открылся свой проектный офис. В Горном районе, я знаю, есть такие офисы, которые помогают оформить непосредственно заявку. Поэтому в данном случае вам надо образиться в ресурсный центр. Ресурсный центр, например, есть у нас на территории города Якутска. Это на территории общественной палаты или на территории Дома дружбы народов. Плюс есть ещё два на территории города Якутска. Один на территории православной организации, как раз вот, который на Чернышевского. И, собственно, они всегда открыты для диалога. Мы проводили с ними день открытых дверей на территории общественной палаты, где любой со своей идеей человек, представитель некоммерческой организации, мог подойти, собственно, показать, и ему его заявку сказали, где слабые места, что доработать. Потому что на самом деле экспертное мнение важно, особенно когда люди подают, например, первый раз, не выигрывают и не понимают иногда, в чем причина. Хотя, по идее, эксперты пишут о том, какие ошибки, но все равно надо как раз работу ресурсных центров у нас, чтобы была наполняемость, чтобы люди понимали, что они делают доброе дело не зря, всегда в этом плане ресурсные центры должны функционировать. Опять же, поделюсь своим таким болью, если можно так выразиться, что у нас надо повышать количество одобренных заявок от Республики Саха-Якутия, потому что как раз в этом плане нам всегда помогает предварительный отбор, просмотр. То есть мнение со стороны всегда важно, особенно если это экспертное мнение, поэтому в данном случае надо обращаться, надо показывать свои проекты. У нас также команда нашего министерства, отдел по работе с некоммерческими организациями тоже открыт к диалогу всегда, поэтому показывайте, и мы, собственно, всегда работаем на общую цель, чтобы вы победили. Потому что вот эти деньги, особенно когда мы говорим про федеральные проекты, они же распределяются на всю Россию, и нам надо, чтобы Республика Саха-Якутия заняла в этом рейтинге достойное место, в этом финансировании. Чтобы как-то наоборот больше давали денег. Да, больше давали и больше проектов выигрывало. Мы всегда за это радеем и работаем над этим. Вот вы сказали, что важно, чтобы одобрили проект, одобрили заявку. Какие обычно проекты одобрены и какие вот отсеиваются, в чём ошибка? На самом деле, ну вот опять же, я буду говорить о том, где мы являемся экспертом и грантой главы. Бывают очень такие ошибки, не то что сказать глупые, технические. То есть, бывают, что люди не посмотрели на определённый период свою налоговую задолженность, и они, собственно, подали заявку. У нас всплывает, что они должники по налогам, они вроде бы оплатили, но оплатили не на ту дату, соответственно, и мы их отклоняют. Или, предположим, заявка подписана не тем лицом, то есть, не приложена доверенность. Там, возможно, руководитель организации где-то в отъезде, зам просто подписал, а доверенность-то должна быть тоже. В общем, если мы говорим про именно направленность, как уже было сказано, конечно, социальные проекты всегда в приоритете, но, повторюсь, это всё зависит от направления конкурса. То есть, в каждом конкурсе есть свои направления, их надо просто понимать и соответствовать им. И вот, опять же, говорю, всегда надо писать максимально заявку подробно. То есть, эксперт не влезет вам в голову и не прочитает ваши мысли. Это тоже искусство, чтобы уметь изложить свои мысли красиво на бумаге. Сейчас мы на две минуты перервёмся, а потом продолжим говорить про искусство подачи на грант. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. У нас третий завершающий блок, и в нашей студии люди, которые знают всё про то, как получить президентский грант. Это заместитель министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Андрей Сосновский и председатель Якутского республиканского общественного движения «Воспитание всем обществом», руководитель проекта «Победителя Золотая леди» второго конкурса 2022 года президентских грантов Екатерина Яковлева. Андрей, я хочу снова вернуться к вам. Мы рассказывали во втором блоке о том, какие ошибки могут люди допустить, и вы как раз сказали, что важно очень подробно рассказать о своём проекте, прям максимально подробно, чуть ли не на молекулы его разбить, уйти от темы, что если ты понимаешь, что это круто, и ты понимаешь, что твоя команда, какие-то нюансы, те, кто будет об этом читать, они могут не понять вообще ничего. Да, на самом деле, потому что мы как бы все живём в нашей действительности, формы проектов и формы, собственно, тех мероприятий, они похожи. То есть надо доказать всегда, как уже говорила Екатерина, актуальность прежде всего и уникальность. То есть, грубо говоря, когда вы проводите какие-то события мероприятия, велопробеги, то есть, возможно, этот велопробег будет уникален, потому что он приурочен там, не знаю, там экологическому десанту, которым, то есть вы будете параллельно ещё убирать что-то там по дороге, или как-то ещё, то есть в данном случае надо всегда понимать, что надо именно максимально подробно расписать, в чём особенность вашего проекта, и тут, естественно, цели, задачи все прописываются, и это большой помощью будет даже для команды проекта. То есть, когда вы видите цели и задачи, вы в этом плане смотрите, что вы потом, когда вы, собственно, реализовали свои мероприятия, что вы достигли, что вы не достигли. То есть рефлексию после проекта всегда, мне кажется, надо проводить, это важно, это значимо, что надо всегда в конце просто команды сесть, посмотреть и те показатели посмотреть. В данном случае, например, мне очень всегда интересно смотреть на то, как проводят, например, наши некоторые коммерческие организации, благотворительные свои акции, там какие-то конкурсы, они очень чётко заточены под ключевые показатели, и они показывают, требуют конкретно показать, сколько человек, например, вы конкретно охватите. То есть не абстрактные числа, грубо говоря, ну примерно там столько-то, а не, например, конкретную сумму, конкретное количество людей и конкретный положительный эффект. То есть, например, обучить там, не знаю, финансовой грамотности конкретно там 101 человека, и что это потом принесёт. То есть эти люди потом вот с этими знаниями они куда пойдут, то есть будет ли какой выхлоп, какая будет от них, собственно, польза. То есть они будут, соответственно, свои финансы лучше защищать, и, возможно, там научатся каким-то азам, не знаю, инвестирования на бирже, почему нет. То есть вот конкретные результаты всегда должны быть прописаны. И тут очень важно, вот мы в перерыве затронули тему отчётности, сметы, то есть тут смету, когда вы прописываете, и, собственно, проект, когда проводите, деньги тратите, которые вы выиграли, заслужили своей идеей, то это полдела, надо ещё отчитаться. Отчёт — это очень значимо, потому что надо конкретно тоже показать все документы, чеки, вплоть до фотографий с охватом людей и так далее, и показать, что вот мой проект удался, потому что я сделал там мерч, там раздал столько-то футболок, и люди присоединились к моей идее, я провёл мероприятие с таким-то охватом, и я достиг социальной цели, например, там помог таким-то нуждающимся, предположим, или, например, там богоустроил, там двор какой-то, ну, в общем, там зависит от цели, поэтому это тоже значимо. Получается, люди, которые подают на грант, это, в общем-то, люди как волонтёры, артруисты. Ну, скорее, да, потому что на самом деле на зарплату... Себе-то ты ничего, кажется, вот такая сумма, как круто, да, а ты потом должен отчитаться за каждую копейку, которую ты для общества, в общем-то, и выиграл. Да, но при этом, если у вас недостаточно компетенции платных специалистов, вы можете привлекать, там, возможно, вам надо бы бухгалтер платный, там, ну, разовое оказание услуг, юрист, там, не знаю, СММ-менеджер для рассылки, оповещения, там, ну, и так далее. То есть это допустимо. Но, опять же, это не должно быть в большой процентовке. То есть у вас грант должен быть направлен именно на ваш проект, а не на то, чтобы оплатить услуги людей, которые, собственно, будут реализовывать этот проект. Вы ещё сказали, что до 35 лет. Всё-таки возраст он учитывается, руководитель должен быть до 35 лет? Это только Росмолодёжь. Это вот когда мы отвечали по физическим лицам, там, собственно, подают заявку одно физическое лицо, и так как грант проводится Росмолодёжью, им, естественно, интересно охватить только молодое поколение. Поэтому только от 14 до 35 лет. Вот. Все остальные конкурсы нет, там нет никакой привязки, поэтому, мне кажется, даже вот золотые леди смогут зарегистрировать свою некоммерческую организацию и потом смело участвовать в грантах. Как-нибудь может подвинуть ещё вот подальше? Молодёжь у нас же пенсию сдвинули, пенсионеров, может быть, как-то до 40 сделать. Так уже подвинули. Было 30. Было 30. Всё-таки продуктивный возраст, он же гораздо позже. Он гораздо позже. И на самом деле, вот мы по линии министерства, когда проводим кадровые конкурсы, людей 40, 40 плюс, они нас благодарят и говорят, что очень мало конкурсов вообще вот 40, чуть старше 40. Хотя это, ну, возможно, пик человеческого опыта, соотношение опыта и трудовой силы. Да, осознанность, да. Потому что есть уже довольно хороший опыт компетенции, есть у большинства там руководящий опыт или какой-то опыт именно в творческие достижения. Вот. И при этом уже, да, есть необходимый уровень осознанности. Поэтому, да, есть такое, что вот для физических лиц, возможно, не хватает такого. Тут я согласен. Спасибо. У нас остаётся не так много времени. Мне кажется, важный вопрос ещё о том, какие вот в этом году конкурсы грантовские ещё вот будут или итоги каких-то конкурсов? Ну, получается, сегодня, на этой неделе, вернее, мы подводим итоги конкурса гранта главы для территориальных общественных самоуправлений, ТОСов. Это впервые такой конкурс. Мы, как министерство, всегда поддерживали ТОСы и будем дальше его поддерживать. То есть это мы рассчитываем, что конкурс будет ежегодный. В этом году в честь столетия СССР мы разыграли, собственно, 17 миллионов и надеемся, что в дальнейшем эта сумма уменьшаться точно не будет. Вот. И, собственно, сейчас, наверное, скажу, что подали заявки 20 муниципальных районов. Поэтому, в принципе, это хороший процент. И мы рассчитываем, что дальше будет больше заявок. Сейчас вот на этой неделе завершается приём фонда президентских грантов, где у нас вот победила Екатерина, это, собственно, хороший есть опыт участия. И мы всегда говорим, что участвуйте в этом конкурсе, потому что он очень важный, это флагманский конкурс. Но при этом надо помнить, что там и конкуренция большая. 20 октября у нас стартовал фонд культурных инициатив, который сейчас, собственно, набирает обороты. Там пока не такая большая конкуренция, поэтому, если нас слушают представители некоммерческих и коммерческих организаций республик, у кого есть идеи по направлению культура, смело подавайтесь, потому что очень хороший процент одобрения заявок, и это важно. И плюс ещё сейчас есть различные тематические конкурсы на фонде, у фонда Потанина. На сайт зайдёте, там посмотрите. Если вам близка тематика, крайний срок подачи заявок до 8 ноября. Время есть. Вы сказали, что новичкам везёт. Я, например, думала, что наоборот, чем больше опыта, чем больше ты уже там выиграл, тем больше возможностей, что ты выиграешь ещё. Оказывается, не совсем так? Нет, потому что на самом деле требуют, чтобы вот когда вы участвуете первый раз, возможно, эксперт вас пропустит и поддержит, потому что ему близка ваша идея, вы заразили его своей идеей, и закроет глаза на какие-то недочёты в плане, например, той же сметы или писем поддержки. Потом, естественно, вы получаете выгрузку, то есть экспертное мнение вы получаете, и вы, естественно, как с проявлением осознанности должны сделать работу над ошибками, рефлексию. Если вы этого не сделали, подаёте такую же заявку примерно, то есть с хорошей идеей, но с недоработанной в плане документов, то второй раз вам это уже, скорее всего, не простят. То есть скажут, вы уже опытный участник, вы отчитались по проекту, вы реализовали проект, соответственно, в плане документов вы должны совершенствоваться. То есть у вас должны быть более конкретные письма поддержки, подробная, хорошая смета и хороший, подробный календарный план. Собственно, это основные, мне кажется, документы, которые вы прикрепляете к заявке. Понятно. И куда обращаться потенциальным участникам? Может быть, мы ещё раз повторим, резюмируем или ещё что-то добавим? — Обращаемся мы, естественно, в наше министерство можете обратиться, в отдел по работе с некоммерческими организациями. Мы оказываем поддержку, направляем, мы работаем как напрямую с физическими лицами, так и с муниципальным образованием, если на них выходят. Можно выйти напрямую на ресурсные центры, где они территориально находятся, я, в принципе, выше перечислил. Можно на них выйти. Плюс ещё сейчас районы отдельно проводят хорошую работу, чтобы у них тоже появлялись свои ресурсные центры, так что не обязательно ехать в Якутск за этим. Я думаю, те, кто, слушатели находятся в Якутске, они знают, куда обращаться, и знают, где, собственно, искать. Ну и телеграм-канавы, сайты грантов главы, там тоже есть обучение онлайн, которое можно пройти и следить за новостями. Поэтому в данном случае масса возможностей. Не так давно вы были в нашей студии, и мы говорили про гражданский форум, как раз вот ваша была площадка посвящена тому, как выиграть грант. Я теперь понимаю, насколько важно быть в теме, быть в информации, потому что я вот как дилетант, просто человек, который от этой темы очень далеко, всегда думал, ой, как круто, и где-то завидовал. Сейчас я уже завидовать точно не буду, потому что это на самом деле очень кропотливая работа вообще, начать это дело, да, и вот что касается потом отчетности, это очень ответственно. И хорошо, что есть те люди, которые решаются на это, которые вот так вдохновляют других тем, кому это нужно своим примером, и люди, которые могут поддержать тех, кому такая помощь финансовая государства нужна. Наша Якутия активна очень в этом плане. Мы на пятом месте по соотношению количества некоммерческих организаций и населения. Спасибо вам большое. Я благодарю вас за сегодняшнюю интересную беседу. Для меня было много полезного, познавательного. Я надеюсь, для наших слушателей и зрителей тоже. Напомню, что в нашей студии сегодня гостили заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Андрей Сосновский и председатель якутского республиканского общественного движения воспитания всем обществом и победитель конкурса «Золотая леди», проекта «Золотая леди» Екатерина Яковлева. Всем спасибо за внимание и хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok